Сегодня созданы в Запорожской области инициативные группы, платформы «Женщины за мир». 100 самых влиятельных женщин области инициировали областную платформу. И сейчас отдаются уже городские, районные, поселковые. И для нас это очень-очень важно, что женщины Запорожской области, уже более 20 тысяч присоединились к платформе, подписали декларацию о мире, сегодня ведут свою большущую работу на местах. Организовывают гуманитарные миссии в серую зону, помогают здесь переселенцам, готовят обращения в суды, постоянно мониторят ситуацию в социальной сфере и, конечно, очень тесно сотрудничают с нашими ветеранскими организациями. Для меня это большая честь. Сегодня, в 72-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков, встретиться с ветеранами, вместе с ними возложить цветы и обсудить реальное положение сегодня ветеранов и их оценку ситуации. Конечно, главный вопрос, который поднимают, это тарифы, это маленькие пенсии, это отношение к истории. Обидно очень ветеранам, что, да и нам очень обидно, что и улицы переименовывают, и памятники переносят и сносят, но при этом, к сожалению, очень мало внимания уделяют повышению пенсии, решению вопросов с госпиталями, с медицинскими учреждениями, с лекарствами сегодня для ветеранов и для пенсионеров. Поэтому мы наметили совместный план работы и, конечно, будем поддерживать и сотрудничать с нашими ветеранами, потому что для меня это большая честь и большая ответственность. Также женщины Запорожской области сегодня обратились к премьер-министру Украины с требованием, чтобы в бюджет на 2017 год были обязательно внесены поправки, и бюджет носил социальную направленность. Потому что для каждой женщины человеческая безопасность – это в первую очередь. Возможность ребенка отправить в теплую школу, возможность обратиться в качественное медицинское учреждение, да и уверенность, что, уходя на пенсию, получишь то, что заработал, а не то, что тебе там кто-то посчитает. И поэтому сегодня все женщины вышли с такой инициативой, это письмо будет направлено к премьеру, и все их предложения будут как поправки к законопроектам, зарегистрированные в парламенте Украины.